Офтальмологи повышают квалификацию. В Центре здоровья Айнакоз прошел обучающий семинар об аллергозах глаза. В нем приняли участие около 20 врачей из Петропавловска и районов области. Ольга Файзулина подробнее. Почти в 80% случаев аллергия влияет на состояние глаз. Как лечить пациентов с таким заболеванием? На семинаре офтальмологи обсуждают медицинские новинки. Применять новшества будут не только в Петропавловске, но и в районах области. Центр глаза Айнакоз давно стал площадкой для обмена опытом между офтальмологами. Среди слушателей семинара – врач областной больницы Жанат Бекумов. Он считает, что большое значение в сохранении зрения имеет профилактика. Особенно важна она для тех, кто половину своего рабочего времени проводит за компьютером. Не такая гимнастика, чтобы посмотреть вверх, влево, вправо. Конечно, надо тренировать саму внутриглазную мышцу целиарную, которая отвечает за ту близорукость, которая возникает на фоне производства, длительного зрительного утомления. Понятно, что это все связано с работой, от этого никуда не деться. В этом году центру глаза Айнакоз исполнилось 17 лет. Здесь проводят более 100 видов исследований глаза. Многие из них долгое время североказахстанцам были недоступны. На лазер-коагуляцию больные нам приходилось отправлять в Алмату. Я застала еще это время, когда лазера еще не было. Больным это доставляло много неудобств. Мамблюдка, районный центр. 30 минут езды на машине, и здесь все это быстро, оперативно решается. В этом кабинете с помощью УЗИ можно определить размер глаза, степень помутнения внутренних средств, наличие опухоли и другие изменения. А здесь делают диагностику заболеваний глазного дна с помощью высокоточного оборудования, лазерной установки, фундуслинзы, щелевой лампы. А это новинка передовой медицины – оптический спектральный когерентный томограф. За несколько секунд на нем можно посмотреть тончайшие слои глаза, сетчатку, зрительный нерв, а также провести порядка семи анализов. Болезни многие протекают бессимптомно. То есть больной не знает, что у него глупома. Он не знает, что у него один глаз уже слепый не видит. Он приходит к врачу и с удивлением ему говорят, что у вас один глаз ослепый. И уже ослеп давным-давно. Люди должны раньше приходить. Пока здоровы. Потому что все данные, которые мы, например, обследуем пациента, все данные у нас находятся в компьютере. Сложнейшая операция – удаление катаракты без разреза с одномоментной постановкой искусственного хрусталика глаза – здесь поставлена на поток. В центре лечат глаукому, косоглазие, близорукость, врожденные докриоциститы и многие другие заболевания. А петропавловцы, прикрепленные ко второй горбольнице, обслуживаются бесплатно, согласно заключенному договору о гарантированном объеме медпомощи. В этом году уже в стационаре у нас пролечено более 400 человек. На приеме у нас тоже было проконсультировало около 10 тысяч человек. Мы проконсультировали. В нашем центре по пятницам мы принимаем всех больных с сахарным диабетом, консультируем для того, чтобы исключить самое тяжелое осложнение сахарного диабета – это слепота. Работают в центре глаза по мировым стандартам. Об этом говорит не только современное оборудование, но и квалифицированные кадры. Сотрудники офтальмологической больницы каждый год повышают квалификацию. Недавно по приглашению российских коллег врачи и медсестры были в Омске на научно-практической конференции «Новейшие методы микрохирургии глаза». В планах до конца года пройти обучение у астанинских и московских коллег. Ольга Файзулина, Жулдосбекер Муканов, Новости МТРК.